После окончания Холодной войны маятник советологии качнулся из крайне правого положения влево. На рубеже тысячелетий появилось множество учёных, пошатнувших ранее незыблемый авторитет тоталитарной школы, в рамках которой любые явления советской действительности рассматривались в контексте идеологической борьбы с коммунизмом. Адиб Халет, автор недавно изданной монографии «Создание Узбекистана» и один из самых цитируемых специалистов по истории Центральной Азии, как раз из тех, кто отверг устоявшиеся в советологии обобщения, предложив взамен новые идеи, основанные на ранее недоступных архивных документах. В своей книге Халет бросает вызов двум устоявшимся в исторической науке нарративам о Центральной Азии, условно назовем их советским и антисоветским. Советский нарратив говорит о том, что модернизацию на Восток привнесли извне, благодаря усилиям прибывших из метрополии цивилизаторов традиционное общество трансформировалось в современное. В свою очередь, антисоветский нарратив исходит из той же посылки, но дает модернизации отрицательную оценку, коммунистические фанатики вмешались в естественный исторический процесс. Так или иначе, оба нарратива базируются на том, что Центрально-Азиатское общество был чем-то однородным и статичным, а местные жители либо выступали в роли молчаливых статистов, наблюдавших за модернизацией со стороны, либо отчаянно ей сопротивлялись. Халид же в своей книге показывает, что этот глубоко ориенталистский взгляд не замечает внутренней динамики жизни народа в Центральной Азии, и в Туркестане, и в Бухаре существовали глубокие противоречия, отчетливо проявившиеся во время гражданской войны. Главными сторонниками, а в дальнейшем и проводниками модернизации, по Халиду в те годы выступали не большевики из центра, а местная мусульманская интеллигенция, джадиды, то есть реформаторы. Джадиды, опираясь на модернистское толкование ислама, утверждали, что истинный ислам предписывает стремиться к прогрессу, и наоборот, что только прогресс и цивилизация позволят мусульманам по-настоящему познать ислам. Именно этим местным реформаторам и посвящена большая часть книги. Как считает автор, джадиды оказались вытеснены на периферию истории Центральной Азии, поскольку они подрывали советскую идеологию, учившую, что модернизация была даром коммунистической партии всем колонизированным народам. А с другой стороны, их забвению способствовало наследие тоталитарной школы, которая привычно рассматривала модернизацию как результат чисто колониальной политики большевистской власти. Один из постулатов тоталитарной школы гласит, что Сталин искусственно разделил Центральную Азию на пять национальных республик. Есть разные вариации этого нарратива, но их смысл сводится к тому, что национальное строительство в Советского Союза велось по принципу «разделяй и властвуй». На самом деле, пишет Халит, никакого единства тюрков в Центральной Азии на момент образования Советского Союза не существовало. И основная проблема, стоявшая перед большевиками на Востоке, неоднородность, а наоборот, политическая фрагментация этнически очень пестрых территорий. Как превратить это лоскутное одеяло в национальное государство – вот что было настоящей головной болью коммунистов в 1920-е годы, а вовсе не плетение интриг против несуществующего пантюркистского подполья. Халит на большом документальном материале показывает, что джадиды выдвигали различные проекты национального строительства задолго до революции 1917 года. Так узбекский или чагатайский проект основывался на культурной преемственности с тюрко-исламской традицией, издавна существовавшей в Центральной Азии. Он назывался в честь Чагатая, сына Чингисхана. Идеологи узбекского национализма относили золотой век узбекской нации к временам правления тимуридов. Успешность чагатайского проекта привела к размежеванию с другим национальным проектом – таджикским. Идея таджикской нации возникла как отрицание чагатайства. Таджикские националисты выбрали в качестве основы своей культурной идентичности персидское наследие Центральной Азии. Оба этих национальных проекта были продуктом интеллектуального творчества местных мусульман, причём вдохновлялись они отнюдь не трудами Маркса и Энгельса, а политической практикой младотурков. Светская Турция, а не советская Россия служила Джадидом примером для подражания, о чем они прямо заявляли в начале 1920-х. Интерес в книге Халида вызывает также подробное описание национально-территориального размеживания и борьбы местных элит за контроль над теми или иными областями и проживающими на них людьми. Зафиксированные в 1924 году границы республик – это, по сути, результат компромисса, которому пришли национальные движения и советский режим. Большевики в этом процессе играли роль арбитра, интерес которого сводился к тому, чтобы обеспечить лояльность всех проживающих в Центральной Азии народов. В первой половине XX века можно отыскать множество параллелей разделению оседлых мусульман Туркестана на узбеков и таджиков. Этнизация и последующее разъединение населения было обычным явлением на обширной территории Евразии. Этот процесс управлялся как национальными движениями, так и государствами и приводил к гомогенизации населения во многих местах. Опыт Советской Средней Азии в этом отношении удручающе типичен. Постоянно повторяемая журналистами история о том, что Сталин произвольно нарисовал границы национальных республик, никакими историческими документами не подтверждается. Это миф, с которым современные западные историки, активно борются последние несколько десятилетий. И книга Халида не исключение. Впрочем, миф этот остаётся живучим во многом из-за своей политической востребованности. В глазах нынешних националистов неправильное нанесение границ служит идеологическим оправданием для силового возвращения несправедливо переданных территорий. Кроме того, многие журналисты повторяют этот миф просто потому, что в современных этно-территориальных конфликтах на пстсоветском пространстве разобраться довольно сложно. Вместо конкретного политического и экономического анализа им куда проще дать читателю удобную схему про мины замедленного действия, заложенные Лениным, Сталином и Хрущёвым. Книга Халида, как подсказывает её заглавие «Создание Узбекистана», посвящена не только разоблачению исторических мифов. Её главным героем стал человек, внесший наибольший вклад в создание узбекской нации. Абдурауф Фитрат родился в 1866 году в Бухаре, его родным языком был персидский, и изначально он был набожным мусульманином. Однако после учёбы в Стамбуле Фитрат превратился в убеждённого националиста и яростного критика консервативного духовенства. Когда началась Первая мировая война, он вернулся в Бухару и начал участвовать в общественной жизни своей родины. Вместе с единомышленниками Фитрат с восторгом встретил Февральскую революцию, но крайне негативно отреагировал на Октябрьскую. Однако во время Гражданской войны Фитрат и другие реформаторы присоединились к большевикам. Джадиды не пользовались широкой поддержкой среди населения, чтобы быть самостоятельной политической силой. В то же время те, кто такую поддержку имел, басмачи, эмиры, улемы, относились к джадидам как к врагам. Они считали их молодыми выскочками, интеллигентами, развращёнными городской жизнью. Националистические идеи джадидов оказались совершенно чуждыми для местных реакционеров, предпочитавших оставить все как есть или даже вернуться в славное прошлое, в какой-нибудь XV или XVI век. Так что на их фоне большевики выглядели естественными союзниками молодых реформаторов. Но и сами большевики проводили достаточно гибкую политику, позволившую им привлечь джадидов на свою сторону. Обращаясь к местным жителям, они использовали не классовую, а более близкую и понятную им антиколониальную риторику. Большевики и джадиды были нужны друг другу, но вместе с тем их представления об образе желаемого будущего значительно различались. Это хорошо заметно потому, как происходила модернизация Узбекистана в 20-е годы. И большевики, и джадиды отвечали на них по-разному и в своей пропаганде использовали разную аргументацию. Например, молодой коммунист Ишин Хаджаев, обращаясь к читателям, объяснял, что паранджу придумали богатые, чтобы прятать своих увешанных драгоценностями жён от простого народа, и что отношение к женщине как к частной собственности недопустимо для свободных людей. Джадиды же апеллировали к национальным интересам. Они убеждали свою аудиторию, что тёмные, укутанные в паранджу восточные женщины перестанут пользоваться успехом у местных мужчин, поскольку те начнут брать в жены образованных русских женщин, что затормозит процесс национального развития. Следовательно, освобождение нации напрямую зависит от освобождения женщин. При этом коммунисты связывали избавление от паранджи с отказом от ислама, а джадиды, наоборот, утверждали, что ношение паранджи не имеет никакого отношения к подлинному исламу, под которым они, очевидно, подразумевали стремление к прогрессу и национальному развитию. В ходе сталинских репрессий многие джадиды, включая и Абдурауфа Фитрата, были уничтожены, но, как показывает Халит, их национальный проект остался не тронут, он то и лег в основу современного Узбекистана.